Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Юганюк, и я не видеоблогер и никогда не мечтал им стать. Но другого способа рассказать про тот беспредел, который учинила Белорусская Федерация Баскетбола, у меня просто нет. Вы наверняка уже слышали о конфликте между Белорусской Федерацией Баскетбола и группой лучших судей страны, среди которых 5 судей ФИБО и не менее 6 национальных судей, а также аксакал и авторитет Белорусского Баскетбола Василевский Владимир Михайлович. Этот конфликт активно замалчивается и игнорируется Федерацией Баскетбола и не проходит во все крупнейшие СМИ. В описании под видео вы сможете найти полную хронологию событий, а также ссылку на наш телеграм-канал, где есть все официальные документы и письма, с помощью которых мы пытались выйти на связь с Федерацией. Но сейчас мы не об этом. Из двух разных источников мы получили информацию о том, что разрешение на профессиональное уничтожение судей Рыженков получил на самом верху. И нам предложено не дергаться и лишь взявшись за ручки, направляться в сторону кладбища. Вот и хотелось бы проверить, насколько эта информация достоверна, потому что полная безнаказанность руководства Федерации и грубейшие нарушения регламентов и закона косвенно это подтверждают. Как иначе объяснить полное бездействие Министерства спорта и Национального Олимпийского комитета, которые признаются в своем бессилии перед руководством Федерации? Согласитесь, странно, когда в январе этого года созывается специальная комиссия для рассмотрения нашего вопроса, по результатам которой ее председатель Боровок Валентин Сергеевич обещает посадить арбитров и Федерацию за стол переговоров, однако после этого мы получаем только еще большие репрессии и полное отсутствие диалога. Вот и хотелось бы выяснить, наша судьба уже действительно решена, или это очередное вранье исполнительного директора Федерации Марийной. Вот вам пример работы Федерации, разобранный детально и с комментариями. Ваш покорный слуга был назначен на вторые европейские игры Международной Федерации Баскетбола ФИБО, и это назначение было отменено Белорусской Федерацией Баскетбола. На запросы, почему так произошло, ответа от Федерации не поступает. Ни исполком Белорусской Федерации, ни республиканская коллегия судей, ни сном, ни духом, кем было принято это решение и на каком основании. Далее доказательства. Звоним члену исполкома Петру Держинскому. Алло? Петр? Да. Здравствуйте, Петр. Есть у вас минутка? Не отвлекаю? Смотря для кого? Вас беспокоит Юганюк Дмитрий, судья ФИБО. Хочу задать вам вопрос. Да давай. Петр, скажите, пожалуйста, в курсе ли вы, что я был назначен на обслуживание вторых европейских игр от Белоруссии, и Белорусская Федерация Баскетбола отменила это назначение по неизвестной причине мне? Ну, в курсе того, что был назначен, да, а что там про отмены, не в курсе. Вот про отмену очень любопытно, обсуждалось ли это на исполкоме, и как, собственно, это решение принималось, и кем. Вот что очень хочется узнать. Я последний год на исполкома уже не хожу, поэтому не могу ничего сказать. Звоним Олегу Николаевичу Кондратюку, члену исполкома. Алло? Олег Николаевич? Да. Добрый день, не отвлекаю вас, есть у вас минутка пообщаться? Не говорите. Меня зовут Дмитрий Уганюк, мы общались с вами, судья ФИБО. Да. Хочу у вас уточнить момент по вторым европейским играм, в курсе ли вы моего назначения и последующей его отменой Федерации Баскетбола. Не готов сейчас сказать моего назначения. Так, ну, в курсе ли вы ситуации, в курсе ли вы как... А когда, когда это было? О, это было около двух месяцев назад, я узнал, что мое назначение отменили, и около трех-три с половиной месяца назад я получил назначение от ФИБО. Я лишь... Можно, я, честно говоря, не очень помню эту ситуацию. Так, мне просто интересно узнать, как принималось это решение, обсуждалось ли это на исполкоме, я вот у вас как у члена исполкома хотел уточнить этот момент. Если было решение, значит, обсуждалось на исполкоме, все решения обсуждаются. Я просто, честно сказать, я не помню, что там было какое-то заседание исполкома, когда. Повторный звонок Владимиру Петровичу Рассеке, члену исполкома. Не занято. Алло. Владимир Петрович? Да. Если у вас минутка, скажите, пожалуйста, не отвлекаю. Говорите. Меня зовут Дмитрий Юганюк, я судья ФИБО. Хочу уточнить и прояснить ситуацию со вторыми европейскими играми. Я был назначен ФИБО на их обслуживание, и это назначение было отменено. Отпишите, я вас перебью. Почему вы звоните мне? Как члену исполкома. Я эти вопросы не веду. Да, то есть на исполкоме этот вопрос не рассматривался. Звонок не по адресу. Я за эти вопросы в федерации не отвечаю. А кто отвечает? С тем каком. Владимир Петрович, а кто отвечает, если не члены исполкома? Нет, ну подождите. У нас каждый человек, у каждого человека свои обязанности расписаны. Функциональные обязанности у каждого работника. Тем более не штатные работники мы. Мы зарплату там не получаем и прекрасно знаем. Поэтому звоните тем, кто отвечает за вторые европейские игры. Насколько я помню, то сама Настя, это международное действие. Это международное действие. Международное действие отвечает непосредственно генеральный секретарь Настя. Анастасия Владимировна, я вас услышал. Я вас услышал. Вы как член исполкома этой ситуации информацией не владеете по этой ситуации. Не владею я. Это не мой статус, не мой уровень. Международное соревнование. Я этим не занимаюсь. В приемную Белорусской Федерации Баскетбола. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, могу ли я пообщаться с Анастасией Владимировной и Мариной по поводу вторых европейских игр? А вы знаете, она сейчас в отпуске. Может, пообщаться с изместителем, не гласите? В отпуске. Давайте. А как вас представить? Юганюк Дмитрий, судья ФИБО. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. А скажите, с кем я разговариваю? Меня зовут Шунек Анатолий Леонидович, заместитель исполнительного директора. Здравствуйте, Анатолий Леонидович. Я Юганюк Дмитрий, судья ФИБО. Хочу уточнить у вас момент по вторым европейским играм. В курсе ли вы моей отмены назначения и как принималось это решение? На данный момент я не готов этот вопрос ответить. Я, честно, не могу все именно сейчас сказать про это. Алло. Алло, Дмитрий Борисович? Да. Добрый день. Это Дима Юганюк. Да, добрый. Дмитрий Борисович, есть следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, на заседании президиума РКС, когда принималось решение об отстранении меня от европейских игр, как вы голосовали? Не было такого заседания. Не было такого заседания и вопрос этот не рассматривался? Нет. Звоним Филиппову Владимиру Геннадьевичу, главный судья чемпионата. Член президиума РКС в то же время. Да. Владимир Геннадьевич? Да. Здравствуйте, это Дима Юганюк. Приветствую. Владимир Геннадьевич, вопрос такой. Как вы голосовали, скажите, когда рассматривался вопрос на президиуме РКС о моем отстранении от вторых европейских игр? Вообще на президиуме такой вопрос не рассматривался. Это не компенсация президиума РКС. Так, а кто принимает, скажите, может вы знаете, кто принимает такое решение? Чья компетенция? Это на уровне федерации баскетбола. То есть это исполком федерации? Нет, я не знаю, это точно исполком или председатель. Но он тоже не в праве отстранять. Да как, кто в праве, ну просто интересно выяснить, кто в праве получается отстранять? Чья это компетенция? В праве это только ФИБА. ФИБА. А кто рекомендует ФИБА? Так, а если назначение уже есть и отменять его, кто может, кто в праве? Ну, если назначение есть, отменить только ФИБА. Но ФИБА ведь назначает, а потом отменяет в связи с тем, что федерация не подтвердила. То есть это, ну, кто не подтвердил в результате какого решения? На уровне руководства, это все на уровне руководства Федерации. Руководство Федерации, то есть исполком? Конечно. Нет, подожди, исполком, это исполком. Так. Есть генеральный секретарь, есть преруководитель Федерации, есть замы и все остальное. Это и компетенция руководства Федерации, но не РКС и не исполком. Так, то есть исполнительный директор и председатель? Исполнительный директор, это просто исполнительный директор. Это, как тебе сказать, это просто нанятый работник. Есть руководитель Федерации, если в Федерации есть генеральный секретарь, генеральный секретарь, это вот две это, и все остальное идут. Ну, структура понятна. Структура понятна. Нанятый работник. То есть председатель тогда, вы имеете в виду, Федерация? Ну, или председатель, или генеральный секретарь, я не знаю, есть в Федерации у нас генеральный секретарь, нету, это уже, это на уровне руководства решается. Понятно, хорошо, спасибо, Владимир Генрихович. Алло. Генрих Генрихович, здравствуйте. Добрый день. Это Дима Юганюк. Да, 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 да. Скажите, Генрих Генрихович, на заседании президиума РКС, когда принималось решение об отстранении от Европейских игр меня, как вы голосовали, скажите? Подожди, голосовал исполком, а не заседание РКС. Исполком, все выносилось, да, все выносилось на исполкоме, и там принималось решение. Исполком БФБ? Да, 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 и только он имеет право, этот, РКС может выносить свои рекомендации, там, и прочие дела, вот, чтобы там в связи с тем-то и с тем-то отстранять, а принимает все, этот самый, принимает все исполком. Ясно, а в данном случае РКС выносило рекомендацию? Ну, конечно, выносило, раз вы там распространяете эти все, ну, фотографии с такими этими самыми майками и прочие дела. Ну, так, что ты думал, что будет какая-то, не будет никакой реакции, что ли, со стороны Федерации? Ну, это же было до этого. Немножко, немножко понимать, что если вы это все как бы высвечиваете и прочие дела все делаете, то, наверное, это же не будут так оставлять там люди, которые, особенно, в администрации президента работают. Я вообще, честно говоря, был удивлен вашими этими всеми делами, так это вы не боитесь. А чего нам бояться? Мы не делаем ничего противозаконного. Да. Петр Леонидович, здравствуйте. Да, добрый. Это Дима Юганюк. Да, да, Дима. Петр Леонидович, скажите, пожалуйста, на заседании президиума РКС, когда рассматривался вопрос об отстранении меня от европейских игр, как вы голосовали, скажите, пожалуйста? Не было такого заседания. Не было заседания. Тогда вопрос, а как принималось решение? Кто принимал? Кто должен принимать? Кто ты принимал? Так, ну, это кто? Это Маринина, это Рыженков, кто это? Судитель, это федерация Василькова. РКС не принимала никак участия в этом решении, правильно? В каком? Отстранение от европейских игр белорусского судьи. Еще раз повторяю. Никто, никого, нигде не отстранил. Так. А почему тогда отмена назначения пришла от ФИБА? Есть определенные процедуры. Угу. И отмена от кого пришла, ты сказал? ФИБА. Ну вот, вот они отменили. Да, отмена в связи с тем, что федерация его не подтвердила. Угу. И в федерации его не подтвердил кто? Федерация. Та-дам! Как видите, выяснить, кто, когда, на каком основании принял столь важное решение, просто невозможно. Предположительно, это было решением исполнительного директора Марининой, основанное лишь только на личной неприязни. Напишите, пожалуйста, друзья, возможно ли такое в ваших федерациях. Я подготовил повторное обращение в НОК, с которым вы сможете ознакомиться ниже. И как только они пришлют ответ, мы выпустим новое видео. Ждите новостей. Друзья, и вот вам бишенка на торте. Сегодня, 12 мая, во второй финальной встрече между Могилевским Борисовичем и Смоками из Минска, старший судья встречи, Петр Ивашков, который является работником структуры клуба «Смоки Минс» и одновременно председателем республиканской коллегии судей. Занавес! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...